Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Не обращайте на мой внешний вид, меня тут пчелы покусали, немножко подопух. Я много путешествую, работаю на телевидении, и сегодня мы снимаем на Бородинском поле. Собственно, культурно-исторический центр Бородино. Одно из двух мест, где можно пожить на Бородинском поле. Ввиду того, что внутренний туризм сейчас бурно развивается, многие едут в том числе и на Бородино, надо же посмотреть. Что за место за такое? И давайте я вам сейчас покажу, как здесь в плане проживания. Вообще здесь жить особо негде, кафешек нету. Мы вчера в понедельник заехали, местное кафе, которое возле музея не работало, но по звонку нам все организовали, сейчас расскажу. Вот здесь есть где-то еще одна гостиница, но по словам местных там еще хуже, потому что мы же приехали все-таки снимать. Соответственно, тут нам экскурсии отдельно устроили и специалистов дали. Я там живу, в том домике. Есть прокат велосипедов. Да, кстати, если заезжаете сюда, лучше всего взять велик на прокат. 150 рублей стоит велосипед. Вот они. И уже по полю. Поле огромное. Поле огромное. Тут замучаешься. Ездить мы вчера на машине весь день колесили туда-сюда. Вот, соответственно, все это дело, где мы находимся, вот этот культурный весь центр, это такая советская база отдыха, санаторий, не знаю, как назвать. Вот. Дедушка Лень, видите, впереди сидит. И есть здесь номера гостиничного типа. Нам вчера предлагали. Там от 1800 за сутки. Но мы взяли домик за 3600. Сейчас я вам его буду показывать. Дом действительно потрясающий. Знаете, такая старая, как-то московская или питерская дача. Внутри вот есть ощущение той самой дачи. Здесь комплект ходит беседка и мангал. Мы даже грешным делом вчера хотели жарить шашлык, чего никогда не бывает в командировках. Вот. Но потом быстро передумали и просто все завалились спать. Так, обзор дома за 3600 сутки. Такое прям все аутентично. Вот я говорю, настоящая, старая, какая-то профессорская дача. Заходим вот здесь. Вот здесь самое атмосферное место. Это огромная веранда со столом. Мы здесь даже сидеть не стали. Вчера не портить атмосферу. Вот. Входим в дом. В тот час могут быть голые мужики. Потому что мы собираемся утром уже выезжать на съемку. Пока нет голых мужиков. Вот. Соответственно, маленькая прихожая. Мебель здесь вся одинаковая. Вот такая вот деревянненькая. Это прям забавно. Вот. Это комната номер раз. Опять же, две кровати и вот такой деревянный комод. Здесь есть вешалка. Все. А, в этой комнате еще есть телевизор. Вот. Дальше проходим. Ну и как бы все анфиладно по кругу. Это кухня. Опять же, точно такой же комплект мебели деревянный. Покрытый лаком. Стол. Четыре стула. Из интересного. Из того, что редко бывает в гостинице. Здесь есть кулер. Собственно, плита, микроволновка. Ну, то есть, прям гости... Тут как бы... Тут долго можно жить, мне кажется, в этом заведении. Так. Дальше. Здесь а-ля зал. У нас вчера босс Сашка ночевал именно здесь. Здесь большой телевизор. Опять же, не знаю, для чего такой большой комод в гостинице. Что там хранить. Вот. Два кресла раскладных и кровать. То есть, честь теоретически, пять человек в этом месте могут жить. Так. Ну и тут ванна с туалетом. Это душ. Выглядит как огромная комната. На самом деле, он такой же, как и та комната. Я думаю, что когда-то в Советском Союзе здесь было две спальные комнаты. Из одной из которых сделали душ. Раковина. Самое прикольное. Здесь это окно. Окно. Не, ну, хотя шторочка есть. Да, можно закрыться. Но мы сегодня с утра... Вернее, я второй купался. Человек, который купался первым. Даже босс. Он такой, там в душе окно. Женщины ходят. Я говорю, о, как интересно. Пойду тоже в душ. В общем, просто стоит душевая кабина. Она, мне кажется, даже ни к чему не закреплена. Она просто стоит на полу. Вот. И все. Помылся. Тут тоже какая-то странная дверь. А, дополнительная кровать. Еще две дополнительные кровати. То есть, в теории, в этом доме, получается, если просто посчитать места, может жить семь человек. Ну, и обязательно надо показать туалет. Маленький. Обитый каким-то пластиковыми панелями. Вот. Но вполне себе чистенький. Можно было бы, конечно, получше. Вот такой вот, друзья, домик. За 3600 сутки. Все. Мы уже готовы ехать на съемку. Еще. А, еще есть пара прикольных штук. И мое опухшее лицо. Тут настолько все аутентично, что даже звонок работает. Давненько я звонков не видел. Еще в коридоре есть две сомнительные двери. Вот. Тут бойлер. Хотя, с другой стороны, нет. Решение понятное, что куда-то это надо прятать. Вот. Но, мне кажется, для постояльцев это лучше, ну, как минимум, чтобы замочек было запиралось. Вот такое вот, друзья, место. Мы сегодня выбрали себе для ночевки. Потрясающий домик. За последние 10 лет я был в командировках тысячи раз. И, мне кажется, видел сотни, сотни гостиниц. Но, вот так прикольно мы редко живем, на самом деле. Вот. Если тема интересная, мы часто путешествуем, я могу снимать обзор на гостинице. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, надо вам это или не надо. А так, мне не сложно. Пока ребята собираются, я могу снимать быстрые обзоры. Миклух Макфлай. Ставьте лайк. Напишите в комментариях, были ли вы когда-нибудь на Бородинском поле. Если нет, обязательно надо. Съездите, подписывайтесь. Пока-пока.